Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Аристократы действительно, они очень крупные, у них стан такой, да, и в то же время у них есть и охранные качества. Давайте немножечко в историю посмотрим собаки, ведь прародителями вот этой собаки являются собаки Кордовы, То есть это вот древняя-древняя собака, которая даже находилась в войсках, она очень кровожадная, очень серьезная. Вот что по истории мы знаем? Ну, по истории много участвовало разных собак в создании данной породы. В 20-е годы вывел породу Антонио Мартинес. Не все страны, оказывается, приветствуют вот эту собаку в разведении, да? Ну, многие считают ее опасной. Да, на самом деле, если этой собакой не заниматься, она будет опасна и для самого хозяина, и для людей, для всех в округе. Ну, вообще, конечно, она очень доброжелательная, добродушная. И вот этот внешний вид порой кажется, что нужно подальше. Внешний вид говорит сам за себя. Алина, ну расскажите, вот какой он у нас по характеру пират? По характеру он у нас очень любвеобильный, всех залижет точно. Мы с ним занимаемся, социализируемся, ходим в гости. Входим в гости именно к детям, чтобы он учился с ними общаться, чтобы они его не боялись. И он, в принципе, привык. Дети же тоже раздражители сильно, они могут кричать, бегать, прыгать, махать руками. Терпению, да? Да, да, да. Также ходим обязательно на выставки. Выставки не как ради самих титулов, а тоже социализации. Там очень большой для собак стресс. Там очень много собак, очень много людей. Но, в принципе, на данный момент успешно у нас все. Также ходим на занятия, на послушание, на ринговую тренировку именно для выставок. Также участвуем в всевозможных конкурсах, в бегах. Вот сейчас, 25 апреля, у нас будет конкурс по послушанию. Хорошо ладит собака. Я потом еще кошку в январе месяце завела. Да, да, да. Вот есть такой момент о том, что нежелательно заводить каких-то животных, собак, мелких, может быть. Но вот вы говорите о том, что он хорошо ладит, да? Да, он хорошо ладит. 6 месяцев было, я котенка завела. Как бы нормально воспринял, конечно, посмотрел, что это. Это мне. Все нормально, они ладят. Ни разу не было такого момента, который вот такой был щекотливый, чтобы вот что-то вот прикусить как-то. Нет, нет. Слава богу, нет. Я такого стараюсь не допускать. Интересно, вот аргентинский док, очень гладкошерстная собака, как это вот по климатическому слову? На удивление, он морозы лучше переносит, чем у меня драя собака, лабрадор. Она быстрее замерзает, чем он. Да, как бы он у нас жаркий парень. Они по окрасу какие бывают? Вообще они в основном идут белые. Понятно, что со временем у них получается на всем теле может быть пигментация. Есть сильно пигментированные, есть менее пигментированные. На голове допускается либо моноколь, либо небольшое одно пятнышко. Если там будет, допустим, моноколь и пятно, это уже брак. К разведению не допускается. Какие сложности в уходе? Мне кажется, ничего вообще. Конечно, видно, что он белый, мы прошлись погуляли, он уже весь черный. Вот это да. Но у него он настолько быстро высыхает, что с этим проблем нет. Вот ушки сейчас многим не купируют, но это вот стандарт. Все-таки у аргентинского дога уши должны быть вот именно так. Да, и изначально выводили, чтобы были купированы уши, так как эта собака выведена на охоту. И уши у них очень чувствительные, и поэтому обязательно должна была быть купировка, чтобы в случае охоты кабан, они охотятся на кабанов, им ухо не зацепил, не порвал. Они вообще поддают, интеллектуалы, да? Да, они самостоятельные, особенно кабели очень упрямые. Так смешно было, но когда я ко мне приехал, он даже, насколько мне не воспринимал, что он даже знает свою кличку, он на нее не откликался. Алина, вот ему сейчас 8 месяцев, он вот такой по размеру. Он еще будет крупнее? Какие вот стандарты их? Какой он будет? Ну вообще в стандарте по высоте в холке 68 сантиметров, там бывает больше, бывает ниже. Но вот он на данный момент, наверное, уже 69 сантиметров, потому что месяц назад я измеряла, был 68. По весу они где-то в среднем 40-45 килограмм кабели. И вот в плане головы она у них растет до 3 лет. Крупнее головы. Да, намного будет и грудь крупнее, лапы, голова. Прости. Да. Иди, молодец. Ну, значит, отсюда вывод, что собаку эту может завести человек очень активный, очень такой жизненный, энергичный. И поэтому эта собака, она действительно не для дивана, не для того, чтобы она находилась просто дома в качестве решения. Да, и нужно заниматься постоянно, постоянно, потому что это на самом деле серьезная порода. И если взять и сам в себе растет, это будет просто неуправляемая собака в дальнейшем. Ну что ж, Алина, спасибо вам большое, что вы к нам пришли в гости. Мы познакомились еще с одной интересной породой. Увидимся с нами в следующую среду. Приглядитесь, очаровательный двухгодовалый котейка Мурзик ищет доброго и верного хозяина. Ласковый, общительный, чистоплотный. В добрые руки определяем четырехмесячного щенка Алабая. Грей будет прекрасным компаньоном и надежным охранником. Редактор субтитров А.Семкин